Благотворительный марафон «Единая меньшина. Сердце Белоруссии» продолжает путешествовать по разным уголкам центрального региона. Чтобы подарить новогоднее чудо, в преддверии праздников объединились общественные организации, профсоюзы, структурные подразделения обл. исполкома и райисполкомов. В этом году отличительной чертой проекта стал обмен новогодними символами. Подробнее в сюжете Екатерины Ковальчук. Радушно встретили гостей в Дзержинском районе. Новогодняя колонна автомобилей приехала в деревню Старая Рудица, чтобы подарить праздник ребятам из приемной семьи. Провели танцевальный филшмоб и организовали подвижные игры. Для Глеба и Кости Германовича визит гостей стал настоящим сюрпризом. Дед Мороз, Снегурочка и другие персонажи. Все как в сказке. Эмоции переполняют. Кроме новогодней программы, ребят ждали и другие сюрпризы. Они получили в подарок компьютер, о котором уже давно мечтали. Очень волнительно было, конечно, переживали. Особенно перед гостями. Но ничего, мы справились, я думаю. И нас очень получилось. И мы очень довольны. Спасибо всем за подарки. Это было очень приятно вообще. И неожиданно, что столько гостей будет. Нам очень все понравилось. Дети для нас. Это наше будущее. Мы стремимся к тому, чтобы объединить наших деток, объединить наши семьи. Мы любим нашу Беларусь. И для того, чтобы это все было красиво и хорошо, мы тоже участвуем. Участники марафона «Единая меньшина сердца Беларуси» заглянули и в детский дом семейного типа, а в деревне Большие Новоселки. Здесь в дружной семье Толстых воспитывают восьмерых детей. Ребята давно хотели батут, и вот желание исполнилось. Семья Толстых также подготовила гостям подарки. И дети передали участникам марафона новогодний шар, сделанный своими руками. Он украсит областную елку в Слуцке. Мы шар делали в кругу семьи, все вместе. Помогали и младшие, и старшие, и родители. Да, очень приятно, когда много людей приезжают нас поздравить. К праздникам мы готовимся всегда все вместе, потому что детки все же у нас и маленькие, и этот. Поэтому мы и дом украшаем, и снежинки вырезаем. Детям это очень нравится, чтобы было красиво. Подарочки разные делать. Ну и, конечно, они же сами ждут этих подарочков. Поэтому мы всегда очень рады, когда приезжают гости. Участвуем во всех, в чем только можно, чтобы вот дети получили какую-то радость. Творить чудеса и дарить праздник самым маленьким жителям Минской области стало доброй традицией. Участники благотворительного марафона «Единое меньшинное сердце Белоруссии» уже совершили шесть остановок в Дзержинском, Копольском, Борисовском и Слуцком районах. За два дня более 80 детей смогли окунуться в волшебную атмосферу приближающегося праздника. А еще получить подарок то, о чем давно мечтали. Это спортинвентарь, компьютеры и игрушки. И, конечно, сладкие угощения. Наши участники – это и структурные подразделения Минского областного исполнительного комитета, и крупные областные организации, ведущие общественное объединение. Регионы нашей области подключаются и принимают активное участие в посещении объектов, где содержатся детки, обделенные вниманием своих родителей. А 23 декабря маленькие участники проекта «Единое меньшинное сердце Белоруссии» соберутся в Слуцке, где пройдет главная новогодняя елка Минской области. Развлечением для детей станет 23 интерактивные площадки с необычными конкурсами и квестами, чтобы каждый ребенок смог почувствовать себя героем одной большой сказки. Екатерина Ковальчук, Сергей Курков, СТВ.